Друзья мои, привет всем! Добро пожаловать на мой YouTube канал! Сегодня у меня продолжение ролика про сломанный модуль парковки 70My Hardware Kit. Я записывал видео еще где-то месяцев 10 назад, как этот модуль подключить, для чего он нужен, этот модуль. Ну, нужен он для работы парковочного режима видеорегистраторов 70My. Если вы это видео не видели, вот по подсказочке можете перейти и посмотреть. А месяца 2 назад я записывал видео о том, что у меня этот модуль начал ерундить. Регистратор то включается, то не выключается. Я там тоже много рассказывал. В общем, ссылочки в описании под этим видео я оставлю на видео про подключение и на видео о поломке этого модуля. Так вот, многие начали выдвигать свои мнения, что могло в этом модуле сломаться, почему он так ерундить начал. И многие начали спрашивать, Ильдар, что же дальше произошло с модулем? Разбери, покажи, если он конкретно сломался. Так вот, модуль полностью у меня сломался, перестал подавать признаки жизни. Я заказал новый, установил. Сейчас все отлично работает уже 2 месяца, проблем никаких нет. Регистратор включается, парковочный режим работает. И вот решил этот модуль разобрать вместе с вами, попробовать разобраться, что же здесь могло сломаться. Тем более, что многие мне пишут, что у них тоже спустя какое-то время модуль начал ерундить, либо вообще вышел из строя. Так что давайте вместе с вами посмотрим, что могло здесь поломаться. Обязательно в комментариях напишите свое мнение о том, что здесь может быть не так. Я не квалифицированный электрик, но хотя бы тестером вам покажу сейчас, что я здесь обнаружил. Модуль разбирается очень легко. Просто отвертку сковырнул, открыл. И вот так он выглядит внутри. Давайте посмотрим поближе. Смотрите, с виду здесь абсолютно все целое. Все резисторы, все диодики, я не вижу вообще никакой проблемы здесь, чтобы что-то выгорело. Если вы что-то заметили, что-то увидели, в комментариях напишите. Вот так посмотрим. Давайте под разными углами. И, конечно же, с этой стороны. Здесь два конденсатора, они тоже не вздулись. Ничего с ними такого не произошло. Ну и катушечка здесь. С виду никаких проблем нет. Теперь смотрите, что я заметил. А, да, многие писали, что возможно это из-за того, что у него слишком длинный провод питания вот здесь выходит. И якобы сила тока теряется. Вообще здесь заявлено 5 вольт, 2,4 ампера. Заявлено, что на выходе мы получаем 5 вольт, 2,4 ампера. Смотрите, я даже отрезал лишний кабель весь длинный, вот так вот соединил, и все равно ничего не работает. Проверял, притом питание здесь есть. Вот давайте по питанию, что я интересного заметил. По схеме нам говорят, что черный это масса, то есть минус, красный это плюс, желтый это плюс. Давайте включим питание и проверяем. Черный, желтый. 12 вольт есть. А теперь черный, красный. 12 вольт есть. А что мы получаем на выходе? Смотрите. А на выходе мы получаем следующее. Вот у нас черный, красный, желтый. Получаем мы, что у нас желтый стал плюсом, а черный стал массой минусом. И также красный стал массой минусом. И выдает при этом всего лишь 4,9 вольта. Я не знаю, может это у них так здесь задумано по проводам. То есть здесь может особой разницы нету, но обычно по идее это всегда делают черный минус, красный плюс. А получаем мы здесь вот такую картину. Напишите свое мнение в комментариях. Что вы считаете? Все-таки что-то с модулем произошло и перепуталось? Или не знаю? В общем, пишите обязательно свое мнение. А теперь что мы получаем дальше? Здесь я также замерил. Здесь все то же самое. То есть вот здесь в проводе проблем нету. Но питание вот сюда никакое не приходит. Я пробовал смартфон заряжать. Не заряжается. Берем тестер. Подключаем тестер. Тоже никаких признаков жизни нету. То есть модуль по идее полностью сломался. То ли что-то здесь пошло не так и перепуталось питание на проводах. А может оно так и было задумано, но что-то здесь сгорело. Я, честно говоря, не знаю. И поэтому прошу вашего совета. И самое интересное. Пойдемте сейчас с тестером в машину. Я вам покажу, что нам выдает новый модуль, который сейчас у меня подключен к регистратору, который у меня работает. Так, смотрите. Прежде чем перейдем к машине, решил еще кое-что проверить. Тестер подключен. Признаков жизни нет. А питание есть. Я думаю, может, когда к тестеру подключаем, питание пропадает. Вот, смотрите. Все то же самое. Но, опять же, теперь почему-то красный у нас стал тоже минусом массы. Видите? А на входе у нас черный только масса, а красный и желтый это плюс. Интересно. Все, пойдемте в автомобиль. Итак, смотрите, что нам выдает рабочий модуль 70MyHardwareKit, который сейчас у меня подключен. Подключил тестер. И при заявленных 5 вольт 2,4 ампера выдает он всего 1,3-1,4 ампера. Не знаю, может быть, он тоже уже скоро отъедет. Давайте попробуем посмотреть, что будет при 2,4 ампера. А при 2,4 ампера всего лишь 4,8 вольта. Вот так вот. Напишите в комментариях свое мнение, что вы думаете по этому поводу. Если вдруг и этот модуль у меня в скором времени сломается, я обязательно либо в комментарии об этом напишу в первом закрепленном, либо отдельное видео запишу. Ну, либо вы в комментариях пишите, спрашивайте, я вам отвечу, работает он у меня еще или нет. Но надеюсь, что с ним такой проблемы не будет. Давайте я вам покажу, что он работает, модуль. Вот, смотрите. Включаем в регистратор провод. Все, регистратор включается. Проблем никаких нету. Надеюсь, это надолго. Друзья, я питание на нерабочий модуль подавал с БПшки. Но на всякий случай, думаю, вдруг что-то не так. Сейчас сходил, подключил прям вот эти провода напрямую к аккумулятору автомобиля. Все то же самое. На выходе получаем 4,8 вольта. И у нас опять желтый это получился плюс, а красный и черный это минус. В общем, все то же самое. То есть разницы нет. Жду ваши комментарии. Обязательно пишите, что вы думаете, что здесь могло пойти не так. А если это видео вам было интересным и полезным, как обычно, ставьте палец вверх. Обязательно подписывайтесь на канал. У меня много интересного и полезного. На этом сегодня у меня все. Всем удачи. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова